МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выдающийся дипломат и государственный деятель Николай Петрович Румянцев – знаковая фигура для Гомеля. Наряду с полномасштабной государственной деятельностью он известен как коллекционер, меценат, покровитель ученых. Его вклад в формирование Гомеля как европейского города в начале 19 века трудно переоценить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будущий государственный деятель, дипломат и покровитель наук Николай Петрович Румянцев родился в Москве в 1745 году. Являлся владельцем Гомеля с 1796 по 1826 годы, получил образование в Лейденском университете, находился в переписке с Вольтером, отличался любовью к истории. Им созданы ученые труды, организована первая русская кругосветная экспедиция и собраны целые коллекции монет и минералов. На протяжении многих лет занимал пост канцлера и председателя Госсовета Российской империи. Николай Петрович Румянцев являлся правой рукой императора Александра I. Одним из направлений деятельности Николая Петровича Румянцева стало создание нового облика города над Сожем. Гомельское имение он унаследовал в 1796 году после смерти отца, графа Петра Александровича Румянцева. Николай Румянцев 25 лет строил город своей мечты. При его возведении он старался использовать все лучшее и передовое, что было в науке и искусстве того времени. Большое влияние оказали архитектурные постройки Санкт-Петербурга, Парижа, Рима и Лондона. Действительно, в городе появилось большое количество каменных зданий, многие из которых имели очень важное значение для всех горожан. Это ланкастерская школа, это больница, аптека, гостиная ряды. Естественно, он не забывал и об устройстве своего быта, поэтому появился так называемый экономический дом. То есть это место, где сам Николай Петрович проживал, когда приезжал в Гомель. Дворец, центральная часть дворца, которая была построена при Петре Александровиче, при его отце, появились два флигеля, в одном из которых разместилась библиотека. Николай Петрович Румянцев, кроме того, субсидировал строительство некоторых культовых сооружений, и это были не только православные храмы, но и католический костел, и еврейская синагога. Его стараниями в Гомеле развивались наука, культура, экономика. Известен также факт, что граф Николай Петрович Румянцев с целью развития местного сельского хозяйства выписывал из Европы высокосортные семена, породистых овец и даже приглашал английских фермеров для налаживания скотоводства. Особую известность Николай Румянцев снискал как собиратель древностей, старопечатных и рукописных книг, монет, археологических предметов, произведений искусства. Он довольно тесно общался с местными верующими. Николай Петрович Румянцев, он был фанат-коллекционер. И в этом плане он нашел в лице старообрядцев очень хороших партнеров. В связи с тем, что у старообрядцев были ценности именно духовного плана, то есть это были люди, у которых хранились очень древние книги, древние иконы. И все это интересовало Николая Петровича. Поэтому многие из тех религий, которые были в старообрядческой среде, Николай Петрович Румянцев смог выкупить, и они стали жемчужинами его библиотеки. В частности, в Гомеле было приобретено им одно из наиболее интересных, сделано одно из наиболее интересных приобретений. Это Добрилово Евангелие, которое датируется XII веком. Стоит отметить, что Николай Румянцев хранил в Гомельском дворце богатейшую коллекцию книг – примерно 28 тысяч томов. Впоследствии это книжное собрание стало основой для создания российской государственной библиотеки в Москве – одной из крупнейших в мире. Граф Румянцев настолько был привязан к Гомелю, что завещал похоронить себя в любимом Гомеле в соборе Петра и Павла. В 1826 году в лице графа Николая Петровича Гомель оплакал не только замечательного государственного деятеля, но и виновника собственного возрождения. Николай Петрович Румянцев из всех Румянцевых, которым принадлежал Гомель, внес наибольший вклад в развитие нашего города. Получив в наследство Гомель соломенным, оставил после себя его наполовину каменным. Многие строения того времени, в том числе и охотничий домик, который был домом для летнего проживания Николая Румянцева, формируют и сейчас культурный слой города. Музыка 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 Музыка